Ввиду обострения мировой политической ситуации и ведения ряда санкционных мер, направленных на Российскую Федерацию и затронувших нашу страну, союзный проект, утвержденный в 1996 году, подтвердил свою востребованность и актуальность в современных реалиях. Представители двух стран, собравшиеся в Брестском областном культурном центре накануне празднования Дня Единения Народов Белоруссии и России, имели возможность не только насладиться концертной программой, но и подвести итоги интеграционного процесса. Так, за прошедшие годы нашим государствам уже удалось сформировать большую договорно-правовую базу. Более 150 соглашений сегодня регулируют практически все ключевые аспекты двустороннего сотрудничества. В рамках союзного государства созданы условия для обеспечения равенства прав граждан, проведения совместной оборонной политики, реализации взаимовыгодного экономического процесса. Тем не менее, вопросы интеграции двух стран именно сегодня приобретают новое значение. Комплекс союзных программ, принятых 4 ноября прошлого года, пакет документов, охватывающий все стороны дальнейшего сотрудничества, начинает реализовываться в наших государствах. У нас предстоит важная работа по их реализации, по созданию новых условий для развития экономических связей, для создания более благоприятных условий для регионального сотрудничества, для создания более благоприятных условий для культурно-гуманитарного сотрудничества между нашими странами. Отмена платы за входящие звонки – один из результатов реализации интеграционной программы. Переговоры профильных министерств союзного государства осуществили возможность бесплатного общения для белорусских и российских абонентов. Помимо отмены роуминга, сняты и ковидные ограничения по передвижению граждан наших стран. Особый акцент сделали на межрегиональное сотрудничество с субъектами Российской Федерации. Так, в 2021 году внешнеторговый оборот между Брестской областью и Россией составил почти 2,5 миллиарда долларов. За год он вырос практически на 20%. Экспорт увеличился на 17%. Сальдо сложилось положительное. Внешнеторговое сотрудничество Брестская область поддерживает 77 регионами России, и при этом продолжает наращивать экономические связи в 2022-м. В ноябре 2021 года подписали 28 программ дальнейших направлений сотрудничества. Сейчас форсировать вопрос. И в первую очередь сделать так, чтобы работали наши предприятия, работала наша экономика, чтобы наши предприниматели могли создавать совместные предприятия и никоим образом сильно не пострадать от этих санкций. Важной составляющей взаимоотношения двух стран остается сохранение исторической памяти. В рамках союзного государства на территории Брестской области работает ряд программ, одна из которых направлена на реставрацию и музеификацию сооружений в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». Подводя итоги 26-летнего взаимодействия, можно смело сказать, результаты работы очевидны. Общая история, общее прошлое и совместные усилия наших государств дают право надеяться на достойное воспитание подрастающего поколения, для которых дата 2 апреля уже сегодня имеет большое значение. Для меня этот праздник многое значит, он связывает и Беларусь, и Россию одним целым. Воевали наши прадеды, деды, многое что связывает нас с этим праздником. Для меня этот праздник много чего значит, потому что мои прадеды, деды воевали в Великой Отечественной войне. Я просто не мог пропустить этот праздник, я пришел сюда со своим классом, и для нас это очень важное мероприятие. Продолжением праздничного вечера стал концерт с участием творческих коллективов региона. Наталья Луговкина, Александр Севицкий, телерадиокомпания Брест.